человек должен ответить на вопрос тебе зачем этот дом вообще дальше на этом доме появляется табличка продается просто кусок земли в чистом поле и люди это покупали мы продолжали строить но мы не могли сформулировать цену это логика банков банки не понимают продукт индивидуальный жилой дом у нас рынка готового индивидуального жилья просто нет у нас такой хаотичный базар самостоятельное строительство это страшно не надо нет плохих технологий есть некачественные строительные материалы отсутствие проекта и кривые руки строителей все больше людей желает жить в собственном доме по данным фонда общественного мнения 60 процентов населения россии хотели бы переехать но по разным причинам бояться поменять многоэтажные квартиры уютные на собственные частные дома почему и пойдет ли когда-то россия в частности барнаул по пути одноэтажной америки какой нужен подход сегодня будем говорить с директором девелоперской компании фирсова слобода михаилом кочетовым михаил иванович здравствуйте добрый день вот скажите пожалуйста есть куча стереотипов по поводу переезда в собственный дом 1 говорят это безумно дорого так ли это давайте поговорим об этом давайте для начала чтобы не сравнивать круглое и красное по критериям определимся то есть дорого по отношению к чему ну возьмем трехкомнатную квартиру трехкомнатный дом давайте перейдем тогда конкретики сегодня в нашей линейке проектов которые мы предлагаем есть дом это как раз трехкомнатная квартира на земле проект называется базис потому что такая базовая конструкция то есть там две спальни гостиная кухня санузел ну и небольшое помещение его можно использовать как кладовую или как гардеробу и тогда площадь 88 квадратов это площадь стандартной трехкомнатной квартиры стоимость сегодняшняя с учетом повышения цен на такой объект это дом собственно говоря под отделку можно так сказать ну так же как и квартира подается под отделку это земельный участок восемь соток сегодняшняя цена 4 миллиона девятьсот пятьдесят тысяч теперь теперь давайте теперь давайте посчитаем теперь давайте посчитаем да средняя стоимость квадратного метра жилья подчеркиваю это средняя как средняя по больнице 65 тысяч рублей за квадратными да больше уже совсем среднее да 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 наверное вместе с научным городком власть и там и прочим конечно снова силикатным но даже если возьмем 65 мы получаем цифру уже существенно большую за те же самые 88 квадратов если мы сверху накинем еще цену двух парковочных мест то мы получаем уже вот цифру ощутимо больше еще один стереотип но и действительно это так очень много лет строили так что нет ни дорог ни коммуникаций ни детских садов ни школ вот как-то вы планируете поменять подход к строительству мы прошли очень большой путь по подготовке земли собственно говоря для малотажного строительства еще 10-15 лет назад не существовало в барнауле цивилизованного рынка земельных участков не у людей ориентиров не было не у застройщиков не было ориентира поэтому покупалась и продавалась как бог на душу положит все что угодно в том числе земли не приспособлены под индивидуальное жилищное строительство без коммуникации без дорог без сетей без электроэнергии без воды но просто кусок земли в чистом поле и люди это покупали на протяжении вот этих лет того периода на протяжении которого работает фирсова слобода я считаю что у нас удалось сформировать рынок земельных участков под индивидуальную жилищную застройку сегодня покупатель приходит первый вопрос который он задает что за земля у вас и какой у нее статус нанесена ли она на кадастровую карту а можно ли это вообще строить следующий вопрос а как у вас дела обстоят с коммуникациями а как у вас дороги а как у вас уличное освещение тогда ну и что отвечаете на это безусловно все поселки фирсовой слободы этими базовыми вещами они обеспечены но люди идут дальше жизнь идет дальше и сегодня уже этот набор он не удовлетворяет сегодня люди спрашивают как мы будем здесь жить что у нас социальная инфраструктура и то есть ну безусловно всегда спрашивали там о наличии там школы больницы детские сады и так далее но люди хотят еще среду обитания иметь здесь внутри поселка то есть люди хотят чтобы была сразу детская площадка чтобы была спортивная площадка чтобы были какие-то магазинчики какие-то точки развлечения притяжения и так далее мы движемся в этом направлении вот что делаете в новом поселке закладывается за да и да 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 новый наш проект он называется палитра начнем с необычного названия почему палитра потому что мы хотели бы чтобы в этом мы его назвали жилой комплекс да чтобы там была именно среда обитания то есть не место для ночевок как это у нас обычно бывает то есть приехал переночевал уехал опять развлекаться в город а именно среда обитания даже не про развлекаться а садик школа больница чтобы человек мог бы там жить поэтому палитра разные краски жизни но кроме того в поддержку этой темы у нас все улицы будут там иметь имена русских художников улица шишкина репина брюлова васнецова и так далее но там достаточно много улиц поэтому вот такая вот у нас интересная да продажи начали значит до 30 процентов земельного участка который где-то около 106 гектар остается рекреационная зона то есть мы сохранили рощи смешанный лес березы березовые околки вокруг этого будем создавать инфраструктуру это пешеходные дорожки спортивные какие-то сооружения будут там кита беседки для отдыха то есть это будет доступно всем жителям поселка безусловно предусмотрены общественные зоны в плане того в плане создания от инфраструктуры уже бытовой то есть это имеется виду во всяком случае земля выделена под это и это утверждено проектом планировки то есть мы не сможем от этого отступить а же если вы очень захотели вот предусмотрены места земельные участки под размещение школы под размещение детского сада под размещение магазинов под размещение каких-то комплексов бытового обслуживания Это впереди, это, я думаю, уже к весне, то есть, поскольку поляна тоже очень большая, там где-то будет порядка 600-700 домовладений, где-то вот такой вот на уровне Фирсовой Слободы-2, соответственно, строительство будет вестись очередями, вот первая очередь, которая уже участки в продаже, которая размежевана, это 177 участков, там будет первая общественная зона большая. То есть, у нас задача к весне уже показать деталировку, показать визуализацию этой общественной зоны, то есть, что там будет расположено, как это будет выглядеть и так далее, и частично приступить к строительству. Понятно, что создание этих вещей, оно необходимо, когда люди начинают уже жить в поселке, поэтому, ну, потребуется некоторое время, но, тем не менее, мы гарантируем, то есть, чем известна Фирсовая Слобода, кроме всех прочих дел, то есть смысл и обещания выполняем всегда. Вот люди это знают, поэтому нам верят. Мы открываем продажи еще на старте, когда у нас еще, ну, скажем честно, ну, как бы мы не обманываем никого, у нас действительно идет только процесс строительства, но, тем не менее, люди идут, приносят нам свои кровные. Скажите, пожалуйста, а как сказалась лихорадка цен, которая вот этим летом была на строительные материалы, на все, на отделочные материалы, вверх-вниз, вот сейчас изменится ли цена, и что будет происходить с вами? Сказалось очень негативно, безусловно, то есть мы вынуждены были просто, значит, в этом году 15 домов, мы в новой грани еще, то есть у нас такой пилотный проект, мы строим на продаже дома, и на половину домов строительные материалы, на которые мы покупали уже в этом году, мы просто остановили продажи, то есть мы продолжали строить, но мы не могли сформулировать цену, потому что, ну, это было безумие, конечно. На отдельные позиции до трех раз поднялась цена, то есть два, два с половиной, в три раза, причем основные строительные материалы, вот, ну, естественно, дорожает и рабочая сила, значит, мы стараемся использовать местных работников, ну, кстати, больше пострадали застройщики, которые ориентировались на гостей из-за рубежа, потому что люди вообще не приехали в связи с известными событиями, то есть их просто не пускали, не было доступа, но мы однозначно ориентируемся только на местную рабочую силу. Ну, так вот, я немножко отвлекся. Семь домов мы просто сняли с продажи, мы как бы остановили рекламу, потому что мы сказали, что вот, давайте немного подождем, надо понять, во что нам вообще обойдется это строительство. На круг у нас вышло на 25% повышение. Вот тот дом, о котором я говорил, то есть вот его цена увеличилась, ну, вместе с земельным участком на 25%, то есть 4,250, мы ставили цену 3,900 на него. Ну, это объективные вещи. Что происходит сейчас? Поставщики строительных материалов и производители, они немножечко одумались, ну, потому что законы рынка никто не отменял, нельзя цену повышать бесконечно, то есть просто останавливается спрос. Поэтому сейчас идет коррекция. Насколько сильно она будет, трудно предсказать. У нас же, как бы, обычно цена увеличилась в два раза, а коррекция на 10%. Мы знаем, что у нас есть верхний потолок, это покупательная способность нашего населения, поэтому... Что касается покупательной способности, возвращаясь к цене и к возможностям людским, ведь очень часто покупают квартиры в ипотеку, и процент ипотечный на покупку многоквартирного жилья гораздо ниже, чем на покупку малоэтажного. Во-первых, почему так, как вы считаете, это что, лобби государственное? И каким образом можно было бы скорректировать этот процент, на ваш взгляд? Вольная тема. Логика абсолютно четкая здесь. Это логика банков. Банки не понимают продукт, индивидуальный жилой дом. Нет типовых проектов, нет квалифицированных застройщиков. Крупные строительные предприятия, как черт от лада, буквально бегут от малоэтажки, потому что там совсем другая рентабельность, совсем другая маржа, поэтому они не хотят заниматься. Они не понимают эту тему, потому что она слишком многозадачна для них, то есть очень много составляющих, то есть начиная от подготовки земли, заканчивая созданием той самой среды обитания. То есть они научились это делать в кварталах многоэтажной застройки, но тема загородных поселков для них еще очень далека. Вот. Соответственно, банк не понимает предмет залога. Он выдает ипотечный кредит на 15-20, там, я не знаю, до 30 лет. В жизни всякое может случиться, в том числе и с заемщиком. И представляем себе ситуацию, что этот предмет залога перешел в собственность банка. И что же банк будет делать с этим домом, который непонятно кто строил, непонятно как строил. Непонятно где. И непонятно где, совершенно верно. Поэтому крайне неохотно банки идут на кредитование индивидуального жилищного строительства. И, соответственно, отсюда и процент. По ипотеке он, конечно, очень большой. Движение идет в этом направлении. Процессы нас радуют на сегодняшний день. Запущенный ряд, инициированный ряд проектов таких. То есть пытаются создать первое, на уровне правительства, пытаются создать банк типовых проектов. Пытаются отладить систему аккредитации застройщиков. То есть на что это нацелено? Нацелено, опять же, на то, чтобы банк понимал, под какой продукт он выдает залог, выдает кредит. То есть чтобы банк понимал предмет залога. Мы ведем переговоры на эту тему, в том числе с одним из наших крупных банков. Но они очень-очень на ранней стадии, поэтому о конкретике говорить рано. Но направление движения именно такое. То есть создается, есть такой термин уже, объект комплексного строительства. То есть это минимум 15 домов, которые построены по понятным проектам. Причем эти проекты должны пройти экспертизу специалистов банка. Строительство ведет, опять же, аккредитованный застройщик. И в этом случае возникает комплексный банковский продукт. То есть это подобие скроу-счетов в многоэтажке. То есть, соответственно, во-первых, заемщик гарантирован. Его деньги лежат, пока продукт не будет готов, пока дом не будет построен. Банк защищает себя в том плане, что он получает качественный предмет залога, который не рухнет через пару сезонов. И, соответственно, тот застройщик, который будет аккредитован, он имеет возможность тоже по льготной ставке получить кредит в банке. Ну, банки, они у нас молодцы. Три конца получить – это милое дело. То есть процент цепотеки от заемщика и процент от застройщика. Но это нормально. Ничего личного, просто бизнес. Хотелось бы чуть больше поговорить, Михаил Иванович, на тему качества. Ведь когда даже в многоквартирный дом люди заезжают, там очень много. Там то окна меняют, то еще что. Возникают. Но здесь понятно, к кому обращаться. И очень часто, заезжая в частный дом, возникают моменты некачественной отделки, некачественного оборудования и так далее. Вот насколько в вашем случае человек может быть в безопасности в этом смысле? И на что нужно обращать, прежде всего, внимание при подписании договора, при покупке? Как обезопасить себя? Смотрите, вопрос номер один. У нас рынка готового индивидуального жилья просто нет. У нас такой хаотичный базар. Что можно приобрести? Первое. Вот прям вторичка-вторичка. То есть это халупа, в которой кто-то жил по какой-то причине. Это не обязательно халупа. Это может быть дворец, да? То есть в котором кто-то жил тоже, но по разным причинам решил избавиться. То есть вот такие вот дома идут на продажу. В основном эти дома, они построены достаточно давно уже. И морально, физически устарели. И крайне не рекомендовал бы. Либо это вот нужно быть уверенным в этом продавце, на я не знаю, на 200%. Это очень сложная покупка и очень тяжелая. Вторая позиция – это недострой. Это вот самое страшное, что у нас происходит. То есть человек начинает строить дом, не понимая, что он строит, зачем он строит. И каков бюджет конечной его затеи. То есть он идет к строительным, строители начинают ему рассказывать сказки. Мы тебе сейчас за три копейки построим дворец. Он верит. Потом выясняется, что за эти три копейки вовсе даже не дворец, а, скажем так, только стены в лучшем случае от дворца. Ну, может быть, какая-то крыша. В итоге, когда деньги кончаются, человек остается без денег, без дома, зачастую с кредитами. С потребительскими, поскольку банки не дают кредиты под это дело. Да, да, о чем мы говорили. И дальше на этом доме появляется табличка «Продается». Это еще более плохой, это еще и более худший вариант, чем первый, о котором я говорил. Третий вариант – человек начинает строить сам. Возвращаемся на шаг назад. Какие риски? Нет проектов, нет квалифицированных строителей. Самое страшное – у человека нет понимания, что он строит и для чего он это строит. Вот. Отсюда какие могут быть сделаны выводы? Первый. Самостоятельное строительство – это страшно. Не надо. Вот почему-то считается, что дом построить это легко. Но вот представьте себе, давайте проведем аналогию. Человек решил построить автомобиль для себя. Вот у него есть гараж, и он начинает там строить себе автомобили. Вот он собирает там запчасти, покупает, строит. В конечном итоге у него автомобиль, и он даже едет, вот, и он попытается поехать его, постоять на учет в ГИБДД. Исход понятен, скорее всего. То есть никто ему на дороге выезжать на этом автомобиле не разрешит. Почему-то считается, что в жилищном строительстве это совершенно спокойно можно делать. То есть человек начинает строить опасное сооружение, опасное для себя, оно может быть опасным для окружающих. И это у нас считается в порядке вещей. Ну почему нет? Ну человек же строит, он же решает свою же личную проблему сам. Это очень плохо. На самом деле это очень плохо. Как с этим бороться, совершенно непонятно. Наверное, выход один. Должен появиться качественный продукт. Должны появиться дома понятной ценовой категории, от понятного застройщика с репутацией, на которой будет даваться гарантия. Возвращаясь к себе любимым, мы строим дома. У нас, безусловно, есть вся проектная документация полностью. Акспертизу не проходим. На что вы даете гарантию? Мы даем гарантию на основные конструкции, на 5 лет. То есть это фундамент, стены, кровля, окна, безусловно. На инженерное обеспечение мы тоже даем гарантию, но она ограничена теми параметрами гарантии, которые даются на оборудование. То есть мы не можем на 5 лет дать гарантию на газовый котел, у которого в паспорте написано, что гарантийный срок 1 год. Соответственно, это мы оговариваем. То есть человек, покупая наш дом, получает гарантийный паспорт, паспорт на дом, где прописано, чего нельзя делать с этим домом, или не рекомендуется крайне. И прописаны все гарантии, которые мы даем. Описаны все конструкции, приложена исполнительная документация, что для нашего рынка индивидуального жилья, это просто вот даже людей спрашиваешь, а ты попросил хотя бы документацию на построение, что там тебе построили, как у тебя там кабели проходят электрические, как у тебя там трубы водоснабжения. А что это такое? А что это? Ну ведь не все специалисты здесь. Невозможно быть специалистом во всем и не нужно. То есть, еще раз, первое, это, конечно, репутация застройщика, репутация или репутация подрядчика. То есть строительство ведется по договору подряда. Ну вот смотрите, репутация подрядчика. Если репутацию подрядчика и застройщика на многоквартирные дома теперь уже можно, в связи с печальнейшими событиями во всей стране, можно теперь уже проверить, есть определенный реестр, то репутацию застройщика малоэтажных коттеджных поселков пока еще только со слов. Он нормально строит, пока это работает так. А как? Как доверять? Придем мы к этому, ведь и в многоэтажке это тоже не сразу. Как говорят, не сразу Москва строилась, и не только у нас. Это же вся страна через это прошла. То есть, конечно же, рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, появятся соответствующие регламенты и появятся соответствующие ориентиры. Мы со своей стороны тоже пытаемся вести какую-то просветительскую деятельность, участвовать в каких-то мероприятиях. Можно ли доверять тем застройщикам, которые говорят, за два месяца, за два миллиона, пожалуйста, каркасный, к примеру, дом? Ведь таких очень много предложений на рынке. О технологиях давайте поговорим. Если уж прозвучало слово «каркасный». Мы на прошлой неделе, у нас была рабочая поездка в Москву с Андреем Слободяном, с партнером. Мы специально проехались по ряду, два дня мы на это потратили, по ряду московских коттеджных поселков. То есть мы понимаем, что они где-то лет на 10-15 впереди, и поэтому это очень полезно проехать и посмотреть, как же там жизнь устроена. Так вот, посмотрели разные технологии, передовые, непередовые, посмотрели, как строили 10 лет назад, посмотрели, что строится сейчас. Совершенно спокойно строят каркасные дома, каркасно-панельные дома, строят и деревянные, и каменные, все что угодно, спектр самый широкий. И московское население, оно не заморачивается, опять же, исходя из того, что репутация застройщика есть. Нет плохих технологий. Есть некачественные строительные материалы, отсутствие проекта и руки строителей. Вот это проблема. А вовсе не в том, что дом каркасный или не каркасный. А госконтроля нет, кто бьет по этим рукам, по кривым? Это страшно на самом деле, это плохо. Это вот мы, опять же, возвращаемся к предыдущей теме. Контроля нет никакого. То есть человек строит вот это сооружение, он идет в БТИ, приезжает специалист, но специалист БТИ, он не контролирует качество постройки. Он просто снимает размеры и выдает техпаспорт, с этим техпаспортом человек в МФЦ или в рек-центре регистрирует свое строение. Все. И как быть? Вот я пришла, я ничего в этом не понимаю. И как? На что обращать нам внимание? Как нам быть уверенным в качестве, что это не рухнет, не взорвется, не дай бог? Ну, в любом случае нужен специалист, консультант какой-то. Это как минимум. В вашей компании есть такие специалисты? Ну, мы не оказываем услуги консалтинговые, мы отвечаем за то, что мы сделали. Мало того, ну вот мы же все-таки в основном продаем земельные участки, и мы совершенно отказались от идеи, что вот людям чего-то там рекомендовать. Во-первых, человек не слышит. Я вас уверяю, он не слышит. То есть что бы мы ему ни говорили, он не слышит нас. То есть для него он это воспринимает как навязывание ему какой-то идеи. Поэтому мы совершенно спокойно. То есть мы говорим все равно, не вдаваясь в подробности, мы предупреждаем о возможных последствиях, но не более того. Он приходит там через полгода, через год с крокодилями слезами, говорит, как же так? Мы говорим, вы вспомните? Ну да, был разговор. Ну, а что мы можем сделать? Первое, специалиста нужно привлекать в любом случае, которому доверяешь. Второе, нужно смотреть документацию. Вот это вот основные вещи. Но радикальное решение, это все-таки какой-то госконтроль. Это раз. Но какой-то контроль, конечно, должен быть. Потому что вот та вакханалия, которая творится, это нужно останавливать. Мы просто с ужасом смотрим то, что строится на рынке индивидуального жилья. Это ужасно. Причем это вот массовый такой характер. Потому что сегодня все эксперты. Сегодня есть интернет, сегодня есть YouTube. Ценность экспертного мнения, она, к сожалению, нивелирована. Нивелирована, и все специалисты. У нас специалисты все в медицине, в футболе и в строительстве жилых домов. Это вот все. Все все понимают. Спорить бесполезно и не спорим даже. По этой причине мы отказались от работы по договорам подряда. Невозможно человеку объяснить. То есть человек насмотрелся роликов на YouTube, он все понимает и он все знает. Он говорит, я знаю как, вы меня просто обманываете, вы меня вводите в заблуждение. Я говорю, хорошо, нет вопросов. На какой стадии строительства вы бы рекомендовали наиболее выгодно покупать? Готовый дом. Готовый дом, но от проверенного застройщика. Это не обязательно там аккредитация в банке, хотя это хороший показатель на самом деле. Вот это вот, это дело буквально ближайших, можно сказать, месяцев. То есть это возникнет. Я вам объясню почему, если хотите, это скоро возникнет. Это, несмотря ни на что, это сарафанное радио. То есть надо у человека, вот человек, который продает дом, строил для себя, мамой клянусь. Вот бежать надо сразу в сторону, потому что, ну вот это плохо. Вот если человек говорит, да, я строю, я строю дома на продажу, можешь съездить посмотреть. Вот там мой дом, вот там мой дом, вот там мой дом, там живут люди, сходи поговори. Вот самая лучшая рекомендация. То есть человек придет в этот дом и, ну, конечно, не совсем просто, да, не все пустят. Но тем не менее, хотя бы внешне он посмотрит, что это за дома, сколько они стоят. Вот только так, только так. Потому что мы знаем страшные случаи, там строят дома. Ну мы-то видим, мы-то видим этот дом в процессе строительства. То есть из каких-то бэушных, железобетонных плит строится дом. На этом этапе страшно смотреть. Он построен, его сверху закрывают фасадными материалами, изнутрепшими с картоном, и он его продает. Он его продает дешево. И человек идет и покупает. И с этим бороться невозможно. Мы не можем, мы только личным примером. Как вы считаете, куда вообще движется вот эта система? Что будет лет через 10-15 лет назад, вы сказали, да? Только начали строить первый коттеджный поселок, и вот уже к чему мы пришли всего лишь за 15 лет. Возьмем десятилетие. Вы говорите, Москва, насколько мы далеко от нее, и к чему может прийти развитие коттеджных поселков, коттеджной застройки в Барнауле? Безусловно, это организованные кварталы или микрорайоны малоэтажной застройки. За этим будучи? Да, с внутренними правилами проживания, которые утверждаются общим собранием жильцов. С закрытой территорией, с домами, построенными желательно в едином стиле, хотя бы в едином стиле, но они не должны быть одинаковыми. Конечно, это тоже не очень приятно, когда ты едешь, там вот под копирку домики стоят. С правилами, которые включают в себя в том числе поддержание архитектурного облика. Самое главное, должны появиться профессиональные управляющие компании. Я вас уверяю, построить это не самое главное. Самое главное потом поддержать в нормальном состоянии и управлять этим поселком. Здесь у нас просто катастрофа. У нас таких компаний просто нет. И мы видим на своих поселках, во что они превращаются через несколько лет, когда мы уже уходим оттуда. Ну, это очень неприятно. Поэтому мы шаги в этом направлении, безусловно, делаем. Новая грань, мы там уже сами, уже на этапе строительства создали товарищество собственников недвижимости. Но это как бы не все. Это только форма самоуправления. Это когда жильцы там утверждают вместе бюджет, там и начинают собирать деньги. А дальше должна появиться специализированная компания, которая на эти деньги будет уже профессионально управлять. То есть это дороги, это уличное освещение, это обслуживание мест общего пользования, это оказание услуг всевозможных. Потому что у нас же человек переезжает, когда в загородный дом, он становится мастером на все руки. И швец, и жнец, и на дуде, и грец. Он же сантехник, он же электрик, он же дворник, он же осенизатор иногда. А нет компаний, которые бы оказывали эти услуги. Муниципалитет местный, ну в нашем случае там сельсовет Саняковский, у них нет ресурсов. У них ни денег нет, ни желания, ни техники, ни специалистов. Они физически не в состоянии обеспечить управление этим поселком. Вот такой вот круг, то есть спасение утопающих. А что здесь делать? Спасать-то кто их будет утопающих? А я говорю, это первый шаг, это товарищество собственников недвижимости, по аналогии с ТСЖ в многоквартирном доме. То есть это механизм самоуправления, это сбор средств на обеспечение жизнедеятельности. И второе, это профессиональная управляющая компания. Стандартная схема, ничего нового, просто немножечко другие затраты, немножечко другой уровень затрат. То есть за этим будущее, без этого цивилизованной жизни в коттеджных поселках не будет. Я вас уверяю, у нас достаточно большая прослойка есть людей, но я не скажу, что это там десятки тысяч, но есть люди обеспеченные, которые хотели бы иметь загородное жилье в качестве даже не основного, а второго жилья, чтобы можно было в выходные или не в выходные, когда захочется уехать. Может месяц там прожить, может быть два дня прожить. Но при этом не работать ассенизатором. Совершенно верно, но при этом возникает вопрос, а я уеду на два месяца, а что будет с этим домом? То есть держать собственный персонал, ну, мягко говоря, накладно и не всегда эффективно. Самому? Зачем? Я вот городской житель, да? Мы с супругой хотим иметь загородный дом. У вас нет загородного дома? У меня есть опыт. И он бесценен, как известно. Причем печальный опыт. Нет, мы хотим, и мы, безусловно, это сделаем. Это, конечно, будет в одном из наших поселков. Это, безусловно. Но вот то, о чем я говорю. Нужно создать структуру, которая будет заниматься эксплуатацией. И не только общественных зон. То есть я должен быть уверен, что есть компания, которой я доверяю. Я по договору отдаю, грубо говоря, ключи от своей котельной, от топочной. И я знаю, что по графику придет специалист проверить все системы жизнеобеспечения. И даже при какой-то нештатной ситуации либо сами примут меры, либо позвонят мне для принятия решения. Куда вы видите развитие за чертой Барнаула? Вот недалеко возьмем какое-то, да, допустим, состояние? Я не вижу. Кроме направления по новому мосту я не вижу, на самом деле. Потому что то, что пытаются у нас сделать в сторону Павловска, Новая Зорь. И вот у нас недавно тонансировался поселок. Мы усугубляем просто тот транспортный коллапс, который у нас происходит. И я вообще со страхом представляю себе, что у нас будет твориться, когда у нас на новом рынке мост остановится. Это вот просто страшно представить себе. Поэтому вот милости просим. Это тема одной из наших следующих передач. На противоположный берег мы будем прилагать все усилия к тому, чтобы покупка загородного дома стала таким же приятным и простым делом, как покупка автомобиля, например. Ну или хотя бы приблизиться к покупке квартиры. Это не так просто, конечно, как автомобиль. Но тем не менее, конечно, гораздо проще, чем покупка дома. И, конечно, должен сформироваться рынок. Конечно, на этом рынке должны появиться продукты разного уровня, для людей разного уровня достатка. То есть не обязательно строить дворец. Люди приезжают, смотрят вот этот домик с двумя спальнями, говорят, собственно, зачем больше? Вот и все. То есть время, когда люди строили для себя бильярдные, сауны, бассейны персональные, какие-то там мастерские и так далее, если оно уходит, люди, конечно, стали более рационально к этому подходить. Первый вопрос, который человек себе должен задать, прежде вот когда он начинает задумываться об индивидуальном доме, людей ставит в тупик этот вопрос, когда ему вот так вот в лоб задаешь, человек должен ответить на вопрос, тебе зачем этот дом вообще? В принципе, он тебе зачем? Люди так, ну как зачем? А надо подумать. То есть он тебе нужен для постоянного проживания? Или он тебе нужен как второе загородное жилье? Как ты там будешь жить? Кто у тебя там будет жить? То есть вот это вот тоже, это ошибка, это грабли, на которые из раза в раз наступают все застройщики. Особенно вот относительно молодого возраста я построю родовое гнездо, у меня там будет спальня для каждого моего ребенка с санузлом отдельным и так далее и тому подобное. К моменту, когда дом уже достраивается, выясняется, что детям этот дом, как зайцу стоп-сигнал, и как бы все разъезжаются, и остается эта семейная пара в этом огромном дворце, отводит себе одну из этих комнаток, в которой, собственно говоря, и живет, а все остальное надо отапливать, надо обслуживать, надо мыть. Ну, в общем, катастрофа. И самое страшное, продать это невозможно. И уж тем более невозможно даже вернуть те деньги, которые ты потратил. Это нереально. Это просто вот... Михаил Иванович, спасибо вам огромное за беседу, за разъяснение. Я думаю, что для многих ответы на вопросы, которые они себе задают, стали сегодня более прозрачными. Я буду рад, если кому-то это принесет пользу. Мы сегодня беседовали с директором девелоперской компании Фирсова Слобода Михаилом Кочетовым о том, стоит ли приобретать коттеджный дом и как это сделать грамотно.